Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. По словам главы администрации города Дмитрия Осипова, это не будет выделение денег. Любые средства, которые мы кому-то предоставляем из бюджета, мы у кого-то забираем, говорит он. Финансовые меры остаются на федеральной и региональной власти, городские ждут предложений предпринимателей по другим способам им помочь. Например, на год собираются отсрочить приведение киосков в соответствии разработанному в мэрии каталогу. Программа Экономика. Молока, мяса, хлеба и овощей у Кировской области достаточно. Об этом заявляет руководитель Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Алексей Котлячков. По его словам, своими яйцами регион тоже полностью обеспечен. В достаточном количестве есть картофель, капуста, лук, морковь. Тем временем, на фоне трудностей в экономике, в России заговорили о повышении интереса к садам и огородам. И Кировстат отмечает, что наиболее активные участки под выращивание овощей и фруктов выделялись в 80-х годах прошлого века, во время дефицита продуктов питания в магазинах и в начале 90-х, когда падали доходы граждан. По данным сельхозпереписи 2016 года, в нашем регионе насчитывалось более 110 тысяч садовых участков и 1200 садовых товариществ. Микроперепись 2021 года показала, что товариществ стало меньше примерно на 10%. Коррупционных преступлений в Кировской области стало в полтора раза больше, это данные прокуратуры региона, за 2022 год. На такие преступления приходится полтора процента от общего количества зарегистрированных, их раскрываемость 88%. За 2021 год тоже зарегистрирован рост числа преступлений коррупционной направленности с 259 до 268. Если говорить о ситуации в стране, то в 2021 году зафиксировано рекордное количество таких преступлений за последние 8 лет, 24,5 тысячи. За год цифра выросла на 16,5%. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.